Несмотря на то, что Новый год уже давно прошел, февраль не собирается оставаться без подарков. Как минимум нас ждет квантомания, а это отличный подгон для гиков. Кстати, а вы уже успели позаботиться о подарках для своих родных и близких? На носу куча праздников, а значит самое время прикупить то, что точно понравится вашим друзьям и родственникам. Например, оригинальный бесконечный фотоконструктор Moza Brick идеально справится с этой задачей. Благодаря ему можно за пару часов собрать пиксельную картину из любой понравившейся фотографии или изображения из интернета. Получатель сам выбирает, что собрать из конструктора. А главное, при желании Moza Brick можно пересобирать в любую другую картину, будь у вас такая хотелка. Просто загрузите на сайт желаемое изображение и получите простую и понятную инструкцию по сборке. Сама сборка очень увлекательна и точно займет вас на пару-тройку часов. Moza Brick бывает в нескольких размерах. Чем больше набор, тем лучше детализация. А одинаковые наборы можно еще и собирать в одно большое изображение в полный рост. Moza Brick – российский стартап, который за два года стал мегапопулярным и уже продается в 30 странах по всему миру. Хотите порадовать друзей и близких оригинальным подарком? Тогда кликайте по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы перейти на официальный сайт. А когда будете заказывать, обязательно воспользуйтесь промокодом GEEKM, по которому покупка обойдется на 20% дешевле. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Мы продолжаем разбирать точечную перезагрузку DC от Джеймса Ганна. С общим расписанием мы уже разобрались и настало время деталей. Сегодня мы поговорим о двух главных гостях вселенной Ганна – Бэтмене и Супермене. Верны ли слухи, что Бен Аффлек может снять сольник Бэтмена? Кто вообще такой этот ваш отважный и смелый, которого пытается экранизировать Ганн? И какой будет новая Лига Справедливости? Сейчас мы обо всем расскажем, ну а от вас ждем в комментариях продолжение банкета на тему того, взлетит ли новая DC или же нет. Начнем со свежака. После анонса Ганн уже успел ответить на некоторые вопросы. По словам режиссера, Супермен в его сольнике будет где-то 25-летним или, возможно, чуть старше. Джеймс пояснил, что и актера будет искать плюс-минус этой весовой категории. Кларк Кент в новом фильме является репортером Daily Planet в уже сформировавшемся мире DC. Это значит, что супергерои в нем уже существовали. О них все знают, и Ганн не будет строить мир с нуля. Решение, очевидно, вынужденное и связанное с постоянными перезагрузками и дозагрузками вселенной. Таким образом, режиссер пытается не усложнять ситуацию для простого зрителя. Ну а что до Супермена, слова о 25-летнем актере звучат интересно. Кавиллу на момент выхода «Человека из стали» был тридцатник. А значит, новая перезагрузка немного омолодит Кларка Кента. Если точнее, здорово омолодит, ведь обычно 25-летние в Голливуде играют как раз подростков. Это в 30 начинается период, когда актер может играть что старика, что ребенка. А тех, что помладше, почти всегда отправляют играть детей. Яркий пример Том Холланд, которому в этом году стукнет 27. Получается, что новый Супермен будет как раз из его весовой категории. Это важно, ведь решение Ганна отсекает почти всех популярных актеров. Специальное включение рубрики «Почувствуй себя старым» не даст соврать. Лиаму Хемсворту и Гранту Гастину уже 33, Заку Эфрону 35, а Аарону Тейлор Джонсону 32. Это мы не к тому, что кто-то из этих актеров всерьез претендовал на роль Супермена. Это к тому, что новым человеком из стали будет кто-то из свежей крови Голливуда. Тимоти Шаламе 27, Энцелу Элгарту 28, Джо Кири 30. Все эти актеры у подавляющего большинства людей ассоциируются с подростками. А меж тем, кто-то из этого поколения будет новым Суперменом. К примеру, ходят слухи, что Джеймс Ганн присматривался к 25-летнему Джейкобу Элреди. Режиссер все вроде как опроверг, но конкретно возраст Кларка Кента будет плюс-минус таким. В этом нет ничего плохого, просто предупреждаем, чтобы новость не стала для кого-то неприятной. Неприятным может оказаться и другой момент. Ганн в своем твиттере рассказал, что сейчас внутри студии решают давать ли новому Супермену трусы поверх трико. Режиссер даже провел в твиттере шутливый опрос. Разумеется, его результаты оказались положительными, потому что все решили пошутить. Джеймс пояснил, что опрос создан забавы ради, но сам факт обсуждения трусов имеется. Учитывая, что Ганн априори будет делать более легкую и шутливую версию Человека из стали, можно предположить, что трусы промелькнут в качестве отсылки и шутки в перезагрузке 2025 года под заголовком «Наследие». О втором столпе новой вселенной DC известно чуть больше. Ганн еще давно заявлял, что Бэтмен будет находиться в центре его общего сюжета. И на презентации не парясь раскрыл комикс, на котором будет основана перезагрузка. Это сюжет «Отважный и смелый» Гранта Моррисона. От названия разит диснеевской простотой и навязчивостью, но на деле все немного сложнее. Ведь в реальности Грант Моррисон серию «Отважный и смелый» АА не писал. Хотя бы потому, что родился через пять лет после того, как вышел ее первый выпуск. А в работе над вторым и третьим томами участие принимал лишь косвенное. Джеймс Ганн зачем-то намешал в кучу комикс, начатый в 1955-м, мультсериал 2008-го и комиксы Гранта Моррисона, выходившие вообще под другим названием. Заголовок «Отважный и смелый» для фильма взят просто из символизма. В свое время в 50-х сборник вдохнул второе дыхание в «Темного рыцаря», на что, собственно, Ганн и намекает. Оригинальные выпуски рассказывали о кроссоверах Бэтмена с зеленой стрелой, Суперменом и другими персонажами, однако фильм будет не об этом. Здесь-то на сцену и выходит Грант Моррисон. Он считается одним из величайших сценаристов «Темного рыцаря» в истории. Одной из его работ является комикс «Бэтмен и сын» 2006 года. Именно его собрался экранизировать Джеймс Ганн, о чем и было сказано в презентации. Главной фишкой комикса является появление на свет сына Брюса Уэйна, Дэмиана. Его мать Талия Альгул и растили парня в секрете, да еще и с генетическими исправлениями, чтобы сделать Дэмиана совершенным. После рождения все это отполировали тренировкой в «Лиге теней» раз Альгула и получили десятилетнего малыша в совершенстве владеющего детективной работой, единоборствами и хитростью, а еще отвратительным характером. Талия Альгул подбросила Дэмиана Брюсу в надежде, что тот подорвет работу Бэтмена изнутри. Во многом так и вышло. Дэмиан тот еще засранец, который обезглавливает злодеев, не считается с методами и как-то раз даже попытался убить тогдашнего Робина, Тима Дрейка, считая его своим конкурентом. Вопреки легкому названию, выбранному Джеймсом Ганном, комикс, на котором будет основан фильм, весьма мрачный и интересный. Там много интриг, где Брюс Уэйн делал ДНК-тесты и боялся на них посмотреть. Много жестокости со взрывом подлодки и последующей пересадкой органов Дэмиану. Много семейных разборок между Тимом Дрейком, который сын Брюса Уэйна по духу, и Дэмианом Уэйном, который его сын по крови. В общем, история очень занятная и ни в одном глазу не намекающая на классическую комедию Marvel. Намекает она скорее на другое, на то, что Джеймс Ганн покусился на табу. Есть у персонажей DC огромная проблема. В комиксах они работают отлично, но в кино экранизировать их почти нереально. Трусы поверх трико Супермена, десятилетние дети в костюмах Бэтмена выглядят нереалистично, странно и попахивают низкобюджетными сериальчиками. В настоящее табу Робины превратились после фильма 1997 года с Джорджем Клуни, ставшего наглядной демонстрацией всего нами сказанного. Кристофер Нолан чуть позже своего Робина сделал старым и в костюм так и не одел. Зак Снайдер предпочел убить. А вот Джеймс Ганн таки хочет попытаться экранизировать не просто Робина, но и всю семью Бэтмена. Режиссер об этом прямо заявил. Да, и из краткого пересказа сюжета комикса вы уже поняли, что экранизировать Дэмиана Уэйна без Тима Дрейка и других Робинов не получится. С одной стороны, решение хорошее. Нормальной Бэт-семьи в кино действительно не было. Но с другой, конкретно у этой экранизации сходу намечается куча проблем. Первая Роберт Паттисон. Его франшизу о Бэтмене тоже оставляют. И это первый прецедент в истории, когда в работе находятся сразу два фильма о разных версиях персонажей. Есть мнение, что в прошлом этого не делали не просто так. Когда есть один Бэтмен, его можно любить, можно ненавидеть. Но все равно большинство фанатов сходит в кино, чтобы на него посмотреть. Когда Бэтмена 2 не будут делать друг другу конкуренцию, выйдя Бэтмен Роберта Паттисона в 2011-м, он в прокате собрал бы 3 копейки, потому что в сравнении с Кристианом Бэйлом, его темный рыцарь, тупой ребенок с клоунами-злодеями. Решением выпустить фильма второй версии Бэтмена, Джеймс Ганн неизбежно убьет либо версию Паттисона, либо свою. Причем во втором случае Ганн рискует пойти по пути Зака Снайдера. И это вторая проблема не только Бэтмена, но и вообще всей новой DC. Потому что Джеймс Ганн до мелочей похож на Снайдера. Он стал главой DC, сняв один лишь отряд самоубийц. Как и Зак Снайдер в свое время, снявший только человека из стали. Ганн, как и Снайдер в свое время, разрисовал планы на годы вперед. Но где гарантии, что после первого же провала Ганна точно так же не выбросят в мусорку? Ведь между двумя режиссерами были еще Скала, Уолтер Хамада и прочие боссы-однодневки, которых увольняли после первых же запоротых проектов. Есть мнение, что DC это не то место, где можно строить долгосрочные планы, как это делает Марвел. DC конкретно сейчас в первую очередь нужно вернуть внимание и доверие фанатов. А одними анонсами этого не сделаешь. Гораздо лучше было бы работать с тем, что есть, выпустить пару крутых проектов, получить репутацию и уже тогда заявлять о десятилетнем плане на киновселенную. Вместо этого Ганн выбрал другой путь. Зрителей задабривают через Бена Аффлека. Режиссер рассказал, что Аффлек сейчас тесно работает с креативной командой над будущим DC и хочет снять один из проектов. Причем Ганн хитро упомянул это на моменте разговора о Бэтмене. И вроде бы Джеймс ничего конкретного не сказал, но разумеется все СМИ взорвались новостями, что Бена Аффлек выступит режиссером перезагрузки Темного Рыцаря. Это действительно сильный ход, чтобы задобрить фанатов Снайдер-верса. Но есть мнение, что конкретно сейчас это лишь пиар-акция, чтобы кратковременно поднять авторитет самого Ганна, который всех поувольнял. Но вот смотрите, Аффлек остался и не все так плохо. Бен вряд ли снимет фильм о Бэтмене. И не сыграет его уж точно. Джеймс Ганн четко дал понять, что актеру Темного Рыцаря тоже будет новый. Режиссер уточнил и возраст, подтвердив, что скорее всего Бэтмен новой киновселенной будет чуть старше Супермена. Это теоретически открывает путь более знаменитым актерам. К примеру, Джейку Джилленхоллу. В свое время он был одним из вариантов Кристофера Нолана и было бы символично дать актеру второй шанс. Или, к примеру, Джону Хэмму, который был вторым выбором Зака Снайдера. Или Дженсену Экклзу, который сто раз озвучивал Бэтмена в различных проектах и является выбором номер один у весомой порции фанатов. К сожалению, одну вещь Ганн подтвердил точно. Ни Бен Аффлек, ни Майкл Китон пока на его радарах не находятся. По словам режиссера, в DC мультивселенная существует, но пока он сосредоточен на создании хотя бы одного мира. Если он будет успешным, теоретические кроссоверы возможны, но это случится не скоро. Бэтмен, если и выйдет, то году в 2026. Потом нужна Лига Справедливости. А до мультивселенной, если и дойдет, то лет это через 10. Поэтому пока единственное, что нам остается, это решать в комментариях. Заслуживает ли Джеймс Ганн свой шанс или же нет? До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok